Капитан Румина, Эмиль Шевалиев. Эмиль, скажи, пожалуйста, что получилось и что в первую очередь не получилось у твоей команды для того, чтобы одержать домашнюю победу? Ну, очень мало на самом деле получалось. Очень много простых потерь. В отношении к сопернику, может быть, очень слабо себя показали. Возможно, как-то недооценили, хотя лично в своем примере я знал, что это очень боевой соперник, который обязательно навяжет борьбу, с которым будет непросто. Я не могу сказать сейчас. Очень обидное поражение, такое же обидное, как и с ФСШМ. И в таких играх нельзя очки терять. Ну, вопрос, наверное, все-таки тогда в психологии, нежели чем в индивидуальном мастерстве футболистов, потому что по первому тайму вы не дали сопернику нанести ни одного удара, не то что в створ, даже в сторону ворот. Ну, частично в психологии. Я говорю тоже в отношении к игре. Кто-то подошел в каком-то не таком эмоциональном состоянии, которым надо было. Ну, ничего страшного. Будем как бы работать над этим и думаю, что все получится в дальнейшем. Почему-то в 2021 году в гостях получается играть лучше, чем дома. С чем связываешь? Ну, последнюю игру мы провели очень хорошо. Показали комбинационный, красивый футбол. Но после этой игры, к сожалению, у нас очень много игроков травмировалось. И получилось так, что на эту игру вышли. Хотя и на эмоциональном подъеме, но, видимо, психология сказалась. Понятно. Большое спасибо. Удачи в следующих матчах. Александр Иванович Хараскин, главный тренер футбольного клуба «Рубин», «ЮФЛ-2». Александр Иванович, недооценка соперника имела место быть или нет? Не знаю, с чем связано. Да, с первого тайма было видно, что мы неактивные, полупассивные. Как будто, не знаю, мысли такие были, что сейчас выйдем, на одной ноге обыграем. Но мы сами себе соперники. Я думаю, проиграли сами себе именно в настрое, в активности, ну и в желании быть сильнее, чем соперник. Можно ли сказать, что «Рубин» играл не оптимальным составом, потому что есть травмированные после предыдущего тура? Ну, есть и такое, да. У нас практически каждый матч разным составом. Есть кое-какие кадровые проблемы, поэтому приходится подключать игроков помладше. Сейчас, наверное, можно приоткрыть завесу тайны, но после первого тайма соперник не нанес ни одного удара, не то что в створ, даже в сторону ворот. Что говорили своей команде в перерыве, что не хватает того самого последнего результативного удара? Ну, как раз говорили об активности мы с нашими ребятами, о желании быть сильнее, чем соперник. Делать все вовремя, делать все быстро. Ну, похоже, этого не хватило. Реализация моментов, да, моменты были. Почему так получается, что в гостях удается показывать результат лучше, чем дома? Не могу сказать. Не могу ответить на этот вопрос. Понятно. Большое спасибо. Желаем успеха в следующих играх. Субтитры сделал DimaTorzok Данил Алимов, защитник футбольного клуба Академии имени Коноплева. Поздравляем с первой победой. Было предчувствие перед игрой, что наконец-то удастся переломить вот эту неудачную серию и наконец-то одержать полновесные три очка? Здравствуйте. Ну да, мы, конечно, мы хотели победить уже давно. Шли к этой победе. И я думаю, мы заслужили эту победу. Я так понимаю, что после выезда в Санкт-Петербург и обидного поражения от «Зенита» команда стала только злее с спортивной точки зрения? Да, да, да. Мы поговорили, собрались с командой, обсудили все ошибки. И сегодня мы вышли из первой до последней минуты и были одним целым. Разговор, я так понимаю, был без тренерского штаба, просто внутри коллектива? Да, да, да. Мы просто с парнями собрались, обсудили все. И я думаю, это нам помогло. При этом в первом тайме команда не нанесла ни одного удара в сторону ворот соперника. Почему два разных тайма таких мы увидели в исполнении Академии? Ну, у нас была установка играть от обороны и использовать свой момент. Во втором тайме у нас был момент, мы его использовали. Так что мы выполнили тренерскую установку. Сезон возобновился, прошло уже несколько туров. Насколько тяжело или, может быть, уже легко, функционально в минусовую температуру проводить по 90 минут матча? Мы уже привыкли к этой температуре. Я думаю, температура здесь не сказалась. Игра была хорошая. Первая победа, когда ждать вторую? Будем идти дальше, дальше больше. В следующем туре будем играть на победу. Понятно, большое спасибо, желаем успехов. Юрий Александрович Елчев, главный тренер футбольного клуба Академии имени Коноплева. Но даже через маску видно, что улыбку вы не скрываете на своем лице. Действительно долгожданная победа. А была ли уверенность перед игрой, что вот так удачно все сложится? Ну, мы верили, что, как сейчас в раздевалке все сказали, что Казань – это моя команда. Потому что мы в прошлом году, в 2002 году, это была первая победа в Казани. Ну, и надеялись, что и здесь. И, как бы, так оказалось, что Рубин – это моя команда. Но при этом этой команде в первом тайме даже в сторону ворот ударов не удалось нанести. За счет чего два разных таких тайма было? И что все-таки вы в раздевалке сказали в перерыве своим подопечным? Ну, во-первых, наверное, и погода, как бы, такой, как бы, внесла свои коррективы. Потому что сильный ветер. И здесь я стоял против ветра, а мальчишки бегали. Достаточно было сложно, некомфортно. Поэтому, наверное, и задача была наша, играя против ветра, не пропустить. А во втором тайме мы поставили задачу, что нужно забить. Я так понимаю, изначально вы ходили играть вторым номером и искали шансы в контратаке, что было видно на футбольном поле? Ну, конечно, это хозяева. Мы думали, что они будут агрессивны и будут в свободной зоне, в которой мы будем проникать. По идее так и было. Но во втором тайме мы уже более активны. Ну, после гола, конечно, соперник нас заставил больше обороняться. Какие настроения сейчас в раздевалке царят? Ну, я думаю, что вот эта победа, она больше, наверное, нужна нам, как и психологически. Потому что, я думаю, что у мальчишек появится уверенность в себя. Потому что вот эти обидные поражения, не то, что обидные, а такие поражения крупные, как бы немножко и последнее место, как бы давило на них. Ну, я думаю, что вот эта победа придаст нам уверенности. Понятно. Большое спасибо. Желаем успехов в следующих играх. Спасибо. 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 Спасибо.